Борьба с коррупцией на данный момент – это одно из приоритетных направлений государственной политики Кыргызстана. На последнем заседании Совбеза глава государства призвал чиновников прежде всего искоренить это зло изнутри подвластных им сфер. Президент заявил открыто, ему поступают жалобы от народа на АКС, Финпол, Гострой, ГРС. Сам он был недоволен работой судов и прокуратуры. Больше всего главу государства возмутил тот факт, что приговоренный ранее, к 12,5 годам лишения свободы, сотрудник ГРС отделался лишь штрафом и избежал тюремного заключения. Такой мягкий приговор ему вынес во второй инстанции Бешкекский городской суд. Сразу же после заседания Совбеза прокурора, который настаивал на таком приговоре, уволили. Все решения Совета безопасности общообязательны. По решениям Совета безопасности проводится определенная работа и она будет так же, как и раньше проводится. По замечаниям, естественно, будут приняты меры и, если есть нарушения, они будут устранены. Дисциплинарные взыскания будут еще, говорят в Генеральной прокуратуре. В органе сейчас ведется работа и по исполнению других поручений данных по итогам заседания Совбеза, прошедшем в январе месяце этого года. Так подготавливается список преступлений, которые относятся к коррумпированным деяниям. В прокуратуре необходимо провести анализ работы правоохранительных органов по рассмотрению экономических преступлений. Готовятся изменения в закон о декларировании. В частности, президент дал задание предложить нормы по увеличению срока давности для госслужащих за недостоверное или неполное декларирование имущества и предусматривается введение более строгой ответственности за совершение таких нарушений. Здесь надо ужесточать и смотреть, кому это принадлежит. Вот, например, ни с того ни с сего нигде не работающий человек займел дорогие машины и особняки. А правоохранительные органы должны интересоваться, откуда вы это... Если где-то нашли бутылку с джином, тоже поделитесь, задекларируйте, что джин мне подарил машину, особняк и так далее. Вот это правильно? Это... Вот почему должен об этом президент говорить? Генеральная прокуратура должна идти к президенту и сказать, вот у нас вот такое есть предложение. Помогите, пожалуйста, скажите... Главное оружие, которое позволит победить коррупцию – цифровизация. Сорунбэй Джейнбеков не раз отмечал, что цифровая трансформация страны является приоритетным направлением его президентской деятельности, а потому срывать сроки ее реализации глава государства никому не позволит. Каждый будет нести персональную ответственность за цифровизацию, начиная от министра, руководителя ведомства и кончая руководителями больниц и школ. Препятствование саботирования политики цифровизации вредит будущему стране. Только цифровизация способна положить конец человеческому фактору, являющемуся основной причиной коррупционных явлений. Требование об ускорении реализации решений Совета Безопасности о цифровизации обусловлено объективными факторами, потому что информационные технологии меняются очень быстро. Каждый зря прошедший день поражает риск того, что мы можем остаться в стороне от цифрового мира. Мы не можем этого допустить. Мы не можем позволить себе безразлично смотреть на чиновников, формально относящихся к решениям Совета Безопасности. Как отметил президент, до июля месяца прошлого года реализация решений Совета Безопасности не проводилась должным образом. Только когда чиновники узнали, что этот вопрос будет включен в повестку дня следующего заседания, госорганы активизировались. Замечания по реализации концепции цифровой Кыргызстан получили руководители ряда государственных органов. Минздрав вызвал недовольство за недостаточное рвение в запуске таких проектов, как IT-больница и школьная медицина. Министерство образования не справилось с программой «Умная школа» среди тех, кому надо подтянуть свою работу в вопросе цифровых трансформаций и служба по борьбе с экономическими преступлениями. В самом Финполе отмечают, цифровые технологии осваиваются, продолжается работа по оснащению здания службы необходимым оборудованием. А в отношении нерадивых сотрудников применяются жесткие меры. Информация об этих дисциплинарных взысканиях теперь размещается на сайте службы. Кстати, введена эта практика была тоже по поручению президента. За слабые результаты в оперативно-следственной деятельности дисциплинарные взыскания получили 64 сотрудника, из которых замечание 23 сотрудника, выговор 30, строгий выговор 8, предупреждение о неполном служебном соответствии 3 сотрудника. Вместе с этим председателем ГСБ Таировым Бакиром Дулатовичем было поручено руководителям структурных и территориальных подразделений службы усилить контроль и мониторинг деятельности мобильных групп на контрольно-пропускных пунктах республики, а также достичь максимальной эффективности работы по повышению уровня экономической безопасности страны, а также обеспечению надежной защиты добросовестного бизнеса. Стоит отметить, что за последние два года было проведено три заседания Совета безопасности. На них приняты ряд стратегических решений, которые дали новый импульс в борьбе с коррупцией. Так, на первом заседании Совбеза были даны поручения по завершению судебно-правовой реформы и искоренению коррупции из этой ветви власти. Позже была утверждена концепция цифровой Кыргызстан, которая также направлена на борьбу с коррупцией и создание открытого общества. А на заседании Совета от 14 января прошлого года обсуждались проблемы в сфере недропользования и выдачи лицензий. Были предложены механизмы по предотвращению перепродажи разрешительных документов, а органам местного самоуправления поручили устранить бюрократические препоны работе инвесторов. Суронбай Джейнбеков лично следит за реализацией решений Совбеза. Отчеты о проделанной работе по их выполнению каждый орган обязан сдавать президенту ежемесячно. Екатерина Токамбаева, Нуртан Карыбеков, «Пирамида».